Скажите, пожалуйста, вот у вас протез вместо руки. Как это произошло все? В декабре 2017 года у меня в руке затонировал боеприпас, ручная граната. Почему? Неисправность. Ай-яй-яй. Техническая неисправность. Что, взрыв раздался, да? Ну, конечно, да. Взрыв, восколочное поражение множественное. Левая рука, правый глаз, горло, левое бедро. Потом госпиталь, восстановление. И непременно для меня наиважнейшим было элементом возвращения на службу. Я вижу, у вас и на лице шрам, и горло шрам, да? Да. Ну, вы глотаете нормально? Да, конечно. Там кожи немного не хватает, но в остальном все хорошо. Более-менее. Что вы почувствовали, когда раздался этот взрыв? Ну, если в деталях, я помню каждую секунду, которая тогда происходила. Расскажите, пожалуйста. Неожиданно он раздался, потому что это было абсолютно неподготовлено. То есть я не ожидал этого, этого не должно было произойти. Взрыв, облако черного дыма. Я вижу, что меня отбросило назад. Я начинаю открывать глаза, смотреть на руки. Смотрю слева, нет. Думаю, плохо. Справа есть. Думаю, хорошо. Слева нет, это вообще нет? Да, да, да. Там уже ошметки висели. Понимаю, что, ага, хорошо. Правая рука. Начинаю щупать лицо. Понимаю, что правым глазом я не вижу. Окей, хорошо, понял. Не хорошо. Обращаю, поворачиваю глаза вниз. Вижу, что у меня там бронежилет уже заливает кровью. Понимаю, что у меня дырки в горле. Лицо начало печь, потому что в лицо тоже влетело. И потом увидел, что у меня еще и нога горит. Неприятнее было. Рядом кто-то был? Конечно, конечно. Я сразу, ну, по стандартам тактической медицины, я, чтобы проверить дыхание, да, я решил закричать. Я прокричал немного, понял, что голос сдавлен, значит, горло повреждено. Вот. Покричал еще второй раз, так просто, просто, а, и несколько секунд. Понял, что дышу, дышу, значит, живой. Живой, значит, хорошо. И потом понял, что уже надо ползти к своим. Объединившись, да, я просто сказал, ребята, без паники, действуем по протоколу. Вот. И мне начали оказывать помощь. Страх появился? Нет, грусть была. Ну, вот ощущение, что нет руки, что? Я уже сразу знал, что будет происходить дальше, потому что я технологиями восстановления интересовался, там, медицинскими тоже интересовался технологиями. То есть план уже был практически с самого начала построен. Вот. Было грустно, потому что много работы было, а я из этой работы выпал. Было именно вот обидно. У вас зрение, вот, правый глаз, он видит или нет? Нет, конечно. Вообще не видит? Ну, потому что это не глаз, это имитатор. То есть глаза нет? Да. Нет руки, нет глаза. Повреждено горло и лицо. Угу. И осколок ноги еще висит. Ну, это такое. Вывод из этого можно сделать следующий. Ну, потому что мое мироощущение, оно состоит так, что вот, почему было тогда, в момент ранения, обидно, да? Потому что хотелось работать, хотелось продолжать действовать. И это и было мотиваторно для того, чтобы продолжать действовать. Потому что, чтобы не списываться, не увольняться по состоянию здоровья и, ну, не халявить. Да, понятное дело, полевой боец из меня уже не такой был, как раньше. Но это не мешало применять там иные знания и приобретенные навыки в работе. Более того, это не мешало развиваться дальше и продолжать тренировки. Потому что, ну, мы должны развиваться постоянно, каждый день. У вас необычный какой-то протез. Вот, я видел такие красивые протезы с кистью прямо. Тоже тут могу рассказать, на самом деле. Потому что я знаю, как эти технологии устроены, да, я в момент уже, там, первые, там, минуты, часы после ранения, я понимал, что, блин, ну, ладно, хорошо. Поставлю себе бионику, будет ничем не хуже. Бионика – это когда пальцы, когда все, да? Да, да, да. Это полностью, ну, это, если образно выражаясь, там, это роботизированная кисть, да, с датчиками, которые закрепляются на коже миофасциальными. И они фиксируют сокращение мышц, и подают сигнал на моторы, моторы раскрывают, закрывают кисть. Есть различное количество схватов на этих кистях. Их плюсы, они выглядят круто, они жужжат, это высокие технологии, как говорится. Но принципиально… Немцы делают, наверное, да? Немцы, американцы, новозеландцы, исландцы. Много где делаться. То есть, это технологии, на самом деле, 80-х годов. Ну, просто они улучшаются, улучшаются, добавляются новые микроконтроллеры, добавляются новые, более улучшенные сплавы. Но проблематика в чем? Они достаточно хрупкие, достаточно нежные и очень дорогостоящие. Условно говоря, там, для гражданской, там, офисной работы или, там, работы какой-то по дому минимальной, да, оно, в принципе, подходит. Да, но вот титан с карбоном, механический, жестко закрепленный. Тяжелый? Нет, он достаточно легкий. Ну, это же титан немного легче, чем сталь. Вот. И дипоаллергенен, плюс прочный. Это помогает… Ну, он гораздо функциональнее в грубых работах, вот, плюс он быстрее. Опять-таки, все соревнования, например, там, среди людей с протезами, которые там проводятся, там, спортивные, там побеждают люди с тяговыми протезами. То есть, вот такими, механическими, потому что они быстрее и надежнее, неплохие. Если мы говорим, например, про практичность, да, вот, эти протезы меньше ломаются. Бионика ломается, ну, чаще, гораздо. Дорогой такой протез? Сравнительно с бионикой в десятки раз дешевле. Ну, вот сколько он стоит примерно? Я, честно, не знаю. А бионика дорогая? Естественно. Ну, вот наши ребята, которые теряют руки, ноги, государство им помогает, им приобретает протезы? Конечно. Ну, насколько я знаю, да, и есть программа, есть гранты, есть государственные фонды, собственно, вот, участникам боевых действий, участникам АТО еще тогда, вот, все протезирование, ну, по крайней мере, у меня так было, и мне известно, что это делается так, вот, оно делалось за государственные деньги. Просто сейчас ситуация такая, что не всегда это получается сделать нормально. Красиво, да? Это 90 вроде. Так. Есть определенная проблематика, то есть, но эта проблематика в основном связана с тем, что у нас, как бы, несмотря на то, что мы прекрасным субботним днем гуляем по Киеву, да, у нас страна находится в состоянии войны, причем очень тяжелой. Очень большая нагрузка на людей, на экономику, на промышленный сектор, на все. У людей денег становится меньше, это очевидно. Война, она выматывает, и для того, чтобы это все быстрее закончилось, это может закончиться только одним вариантом, победой. То есть, вот, важно тоже понимать, какая вот должна быть мыслеформа. То есть, не просто прекратить это все дело, не прекратить там, неважно, как называют, да, а победить в войне. Я вам задам очень личный вопрос. По какую часть у вас нет руки? Ровно кисть. Кисть. Это накладывает какие-то ограничения вот в повседневной жизни? Вы чувствуете, что что-то не так? Или вы уже привыкли? Больше пяти лет, конечно, привык. Не, просто дело в том, что для меня это уже нерелевантные вещи. То есть, это, во-первых, кажется, что так было всегда, во-вторых, я на этом не фокусируюсь, не акцентируюсь. Потому что зачем? Потому что то, что важно сейчас, оно у нас перед лицом должно быть, а не внизу или за спиной. Вы философ, да? Я? Нет, наверное. Ну, я не знаю, кому-то виднее. Без философских размышлений, да, жизнь не так полна, мне кажется. Но, если говорить более реалистично и практично, то без концептуализации происходящих вокруг нас вещей, да, оно просто будет, ну, картинки, которые меняются, да, а ты как белка в колесе носишься, подстраиваешься под события. Ну, это не так. Это неправильно. Вы получили такие тяжелейшие ранения, приехали в Киев. Как относились родные, как относились друзья к вам? Вот было какое-то сочувствие, которого вы не хотели, может быть? Слезы и так далее? Нет, все было хорошо. У меня адекватная семья, адекватный коллектив, адекватные друзья. И, скажем так, мы очень все близки по духу и во зрениям, и понимаем очень хорошо, как все есть. Мама плакала? Нет, конечно, зачем? Ну, не при мне. Ну, опять-таки, это тоже громко сказано, что тяжелейшие ранения. Есть люди, которые получали гораздо более тяжелые ранения и восстанавливались, тоже возвращались на службу из наших. И даже это делали быстрее, чем у меня это получилось. Более того, мы у себя культивируем правильные определенные ценности, военные и воинские, которые позволяют нам не обращать внимания на это. Ну, это то, о чем я говорю. Мы не акцентируемся на нерелевантных вещах. Вы знаете, любой другой человек на вашем месте, получив такие ранения, ну, уже как-то заслуженно отдыхал бы, занимался чем-то бизнесом, там, учился бы и так далее, и о фронте бы уже забыл. Ну, как бы, я сделал все, что мог для своей страны, получил такие ранения, ну, все? Нет. Вот почему нет? Потому что недостаточно, потому что всегда недостаточно. Пока мы не победили, любые наши действия, они все еще недостаточно. Устал, вымотался, истощен, ну, плохо. Восстановиться, передохнуть некоторое время, несколько месяцев, если надо, для обычных, для этого, для людей хватает. И вперед дальше. Понятное дело, ну, если у человека есть, как это официально называется, там, медицинские противопоказания, и он не может нести службу, объективно, ну, да, конечно, можно отпустить. Но здесь проблема больше в том, что если человек воин, если человек военный, и он хочет воевать, забирать у него войну, забирать у него смысл его службы, это неправильно. То есть, это причина, почему современные системы по реабилитации, по реинтеграции раненых военных, они не всегда, на мой взгляд, опять же, это исключительно мое личное мнение, они не всегда полны в формате того, какую деятельность они покрывают. Потому что все думают о том, как встроить человека в социум, да, человека, у которого забрали войну, забрали его коллектив, забрали его боевых побратимов, забрали возможность активно защищать свою страну, и просто говорят, типа, друг, отдыхай, ты уже навоевался. Это разбивает сердце. Ну, опять-таки, я немного драматизирую здесь, да, но здесь важен очень четкий момент морали. Ну что, праздный образ жизни, вот, люди ходят, гуляют замечательно, ок, хорошо. Но это просто разные миры немного. Конечно. Более того, никто не мешает, например, там, быть военным, воевать, да, вот, исповедовать вот эти ценности, о которых я уже говорю сколько времени. Вот, и тоже наслаждаться жизнью. Но одно точно другому не мешает, но поле боя – это немного другой мир, вот. Там все речи, все контрастнее, все в таких очень… именно в контрастных тонах. Какой замечательный город, да? Потрясающе. Не верится даже, да, что рядом война. Ну, что рядом, и здесь война. Вокруг нас внутренний враг здесь. Да, конечно. Причем, как явные, так и неявные. Конечно. Бдительность терять никогда не стоит. И предпринимать нужно решительные действия, вне зависимости от того, где ты находишься. Как они хотели это все захватить? Вот вы себе представляете, вот как они хотели такую огромную территорию, даже вот Киев взять, да? Они идиоты вообще, они не понимали, что это невозможно забрать. Ну, смотрите. Они точно не идиоты, но они рассчитывали на то, что наше сопротивление будет слабым, и на то, что люди будут гораздо более лояльны к ним. А это не так. Они допустили огромную ошибку, что они спроецировали образ мышления русских на украинцев. А мы инчи, мы не такие окуны. И вот тоже вот, возвращаясь тоже там мельком к вопросу языка и так далее, да, язык создает мыслеформы и мыслеобразы. То есть это буквально то, как мы мыслим. То есть я сейчас, я сам перешел, да, но русский это способ коммуникации, а не мова. Да, язык – средство общения и средство получения информации, не более того. Ну, да. Кроме родного? Да. Да.